Ещё кипит Добрый день Мы тут с экспериментами И это всё библейская тематика Настолько глубоко, насколько можно себе это представить И мне всё время кажется, что когда я говорю о причине Я сказала «Здравствуйте!» Простите, ещё раз «Здравствуйте!» Если вдруг забыла И да поможет Господь сегодня В нашем с вами общении Мне всегда кажется, что если Окажется, не есть истина Что я последний раз делюсь откровениями у причастий И Господь мне всё время расширяет и расширяет горизонты моего познания И я всем сердцем хочу поделиться с вами Ну, об этом вы сейчас увидели Это всё я выброшу Ну, а это всё очень мило Это всё замечательно Сколько мы с вами говорим при вас Посмотрим, как быстро В кипятке Растворится это мороженое И это мороженое Я пока уберу Хорошо Потому что у меня здесь плотневовка И я к вам Так, дорогие друзья Причастие Я хочу сегодня коснуться только одного слова Одного слова Которое, как мне сказал Господь Является самым ключевым словом И как же ты это-то могла упустить Ты столько говоришь о причастии И говоришь по слову моему И нет у меня к тебе претензий В этом отношении Но ты забыла самое главное слово Я же его произносил А потом апостол Павел Произносил Когда выполнял мою заповедь Нёс Евангелие в мир Как же ты про него забыла Поэтому я сейчас Восполню этот пробел И да простит меня Господь И да благословит Он меня сегодня на это слово Итак О чём же идёт речь Причи 8-10 Примите учение моё А не серебро Лучше знание Нежели отборное золото Это своеобразный эпиграф Я прочитала 10-й стих 8-й главы Книги притч В который входит это слово Основное Ключевое Слово Слово Примите Как же это мощно Примите Мы не принимаем Мы не принимаем Господь сказал Примите верою Примите Ешьте Пейте Идите Творите Выполняйте Примите Это С верою в то Что это Я вам дал Это Истинное Моё учение Учение моё Примите Учение моё А не серебро Лучше знание Нежели отборное Золото И вот Книга пророка Исаия 7-14 Мы читаем И так сам Господь Даст вам знамение Се Дева Во чреве Примет И родит сына И нарекут ему Имя Эммануил То же самое в Матфея 1-23 Цитирует Матфей Се Дева Во чреве Примет И родит сына И нарекут ему Имя Эммануил Что значит С нами Бог То есть он цитирует Пророка Исаия Уже в Новом Завете Дева Примет В Евангелии от Матфея В первой же главе Давайте прочитаем Все Как это звучит Вот с 22 стиха А все сие произошло Да сбудется Реченное Господом Через пророка Который говорит Все Девы во чреве Примет и родит сына И нарекут ему Имя Эммануил Что значит С нами Бог Встав от сна Иосиф поступил Как повелел ему Ангел Господень И принял жену свою И не знал ее Как наконец она родила Сына своего первенца И он нарек ему Имя Иисус Иосиф Принял Жену свою Явился к нему Ангел и сказал Это от Бога Не делай ничего плохого С Марией Она невинна Она чиста Прими ее И он принял Иосиф поступил Как повелел ему Ангел Господень И принял жену свою Несмотря на то Что по законам Того времени Он должен был Повестить Все общество Вывести ее За стан И побить камнями Убить За этот грех Но он тайно Хотел ее отпустить Хотел отпустить ее Она не знала Мужа И вдруг Люди в мире Понимаете Считают Ну написано В Священном Писании Что юродство проповеди Понимаете Для этого мира Проповедь Дождественно юродству То есть это может Только Чупнутый человек Сказать Ненормальный человек Сказать А ну ладно Ну что с него взять Ну он больной Что с него взять Поэтому этот мир Душа Духа Не понимает Никогда Не понимала И никогда Не поймет Дух Понять Может только Дух А для этого Нужно Принять Принять Вот так Как Иосиф Принял Вы сейчас можете Сказать Что ну вот Не приди к нему Ангел Он бы ее отпустил Ну так А Зачем Если бы Да ка Бы А Боже Под контролем Все держит Вообще Всю Нашу жизнь Жизнь Каждого Человека Господь Держит Под контролем И если Он усомнился Иосиф Он тут же Отправляет К нему Ангела И укрепляет Его И укрепляет И он Принимает Это Он Принимает Это Иоанна 20-22 Сказав Это Дунул И говорит Им Примите Духа Святого Не Получите Не Возьмите В принципе Это же все Синонимический ряд Примите Примите Духа Святого Примите Иакова 1.21 Посему Отложив Всякую Нечистоту И остаток Злобы В кротости Примите Насаждаемое Слово Могущее Спасти Ваши души Примите И вот Матфея 26-26 И когда они ели Иисус взял хлеб И благословив Приламин И раздавая Ученикам Сказал Примите И едите Сие Сие С тело Мое И взяв Чашу И благодарив Подал им И сказал Пейте Из нее Все Ибо Сие Есть Кровь Моя Нового Завета За многих Изливаемое Вооставление Грехов Я просто хочу Сегодня Обратить Ваше Внимание На слово Примите Примите В Луке Та же Самая История То же Самое Время То же Самое Событие В 22 главе В 17 стихе Лука пишет И взяв Чашу Благодарив Сказал Примите Ее И разделите Между Собою Если Матфей Пишет Взяв Чашу Благодарив Подал им И сказал Пейте Из нее Все Лука Пишет Разделите Между Собою Но Лука Пишет Примите Ее И разделите В Марка Так же В 14 главе Марк Пишет 22 стихе И когда Они ели Иисус Взяв Хлеб Благословил Приломил Дал им И сказал Примите Едите Сие Есть Тело Мое И 1 Коринфянам 11 глава Которую Всегда На всех Собраниях На всех Служениях Цитируют Пастыры Апостол Павел Когда Нес Евангелие В мир Он Говорил Так Ибо Я От Самого Господа Принял То Что И вам Передал Он Принял Он Не Взял Он Не Выучил Он Не Получил Он Принял Как Это Мощно То Что И вам Передал Что Господь Иисус В ту Ночь Которую Предан Был Взял Хлеб И Возблагодарив Приломил И Сказал Примите Едите Сие Тело Мое За вас Ломимое Сие Творите В Мое Воспоминание Ну Я не знаю Как Не будучи в духе Не понять И тем более Не принять И тем более Не растворить Оно Не растворяется Вот Это Молоко И Сливки А вот Это ГМО И В кипятке До сих пор Нерастворимое Вот оно Не растворяется Оно Вот так Представляете Сколько Времени Прошло Вот мы С вами Разговариваем И Оно Так Вот Куском И лежит Ну Часть Растворилась А Остальное Куском Лежит Здесь Растворилось Все Хотя Когда я Приобретала Я Приобретала Натуральный Продукт Без Всевозможных Добавок Заменителей Молочных Жиров И всего Остального Вот так Нам Все время Подсовывают Не Истину А Заменитель Истинный Заменитель Истинный И Данный Заменитель Он Не Растворяется В нас Если Он В 100 Градусах Не Растворяется Он Распадется Конечно Ну Вот Еще Сколько Там Он Постоит Он Распадется Если В 100 Градусах Не Растворяется А у нас Температура Тела Ну Максимум При Высоченной Температуре Как Температуре Когда Мы А больны Ну 40 Я не знаю Может 41 Может 42 Я не знаю Но Это было 100 И Не Растворяется А В Священном Писании У нас С вами Есть Стихи Если Вы Не Принимаете Оно И Не Растворяется Если Это Не Истинное Слово Если Не Принято В Духи Притчи 9 5 Идите Ешьте Хлеб Мой И Пейте Вино Мною Растворенное Мною Растворенное Мы Только Можем Растворить Все Это Благодаря Иисусу Христу Это Ничто Иное Как Именно Причастие Самое Настоящее Причастие Слиться Воедино Раствориться Мы Мы В нем Он В нас Духом Святым Евреям 4 Второй стих Ибо И нам Оно Возвещено Как И тем Но Не Принесло Им Пользы Слово Слышанное Нерастворенное Верою Слышавших Вот Я Верующий Человек Глубоко Верующий Человек И Слово Божье Оно Растворилось Во мне Оно Истинное Оно Растворилось Во мне Слово Божье Я Ем Его Тело Я Пью Его Кровь Оно Растворяется Во мне Меняется ДНК Я Сливаюсь Воедино В одно Тело В одну Церковь Христов У нас Единая Одна Церковь Иисус Христос Мы Все Его Члены Мы Все Должны Соединиться Раствориться Вот Что Такое Причастие Стать Частичкой Махонькой 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 И Раствориться И там Уже И там Уже Невозможно Уже Все Растворилось Вот Натурально Как Можно Разделить Что Вот Это Одно Это Другое Это На Какие То Части Оно Все Растворилось Оно Все Стало Единым Целым Единым Целым Стало Ибо И нам Оно Возвещено Как и Тем Но Не Принесло Им Пользы Слово Слышанное Нерастворенное Верою Слышавших То есть Люди Слушают Слово Божье Евангелие Идет По Миру Люди Слушают Но Не Слышат Не Принимают Не Принимают И Соответственно Не Растворяют Ничего Не Растворяется Не Знаю Это Так Понятно Вы Идите К Иисусу Христу Получите Крещение Очиститесь Исповедуйте Грехи Свои Примите Господа И Спасителя Иисуса Христа В сердце Своё И получите В дар Духа Святого Тогда Это Будет Так Понятно Тогда Это Будет Так Понятно Никто Никто Не Сможет Подсунуть Мне Лжеучение Я Сразу Чувствую Мне Могут Подсунуть В магазине Написали В магазине Написали Лжехристы Лжеучителя У нас Полно Написали Что Это Натуральный Продукт Я Купила И Цена Была Приличная В результате Это Ну Никак Не Натуральный Продукт Никак Ну Это Ладно Я Купила Я Ошиблась Я Больше Не Куплю Я Больше Не Куплю А Когда Мы Делаем Шаг Который Может Нам Стоить Ой Ой Жизнь Может Стоить Шаг Неверный Шаг Поэтому Господь И учит Вы Мое Учение Возьмите Не Серебро Не Золото А Мое Учение Возьмите Евангелие От Матфея В 25 Главе 43 Стиха Мы Читаем Был Странником Иисус Говорит Был Странником И Не Приняли Меня Был Нак И Не Одели Меня Болены В Темнице И Не Посетили Меня Тогда И Они Скажут Ему В Ответ Господи Когда Мы Видели Тебя Алчущим Или Жаждущим Или Странником Или Нагим Или Больным Или В Темнице И Не Послужили Тебе Когда Когда Тогда Скажет Им В Ответ Истинно Говорю Вам Так Как Вы Не Сделали Этого Одному Из Меньших То Не Сделали Мне И Пойдут Все В Муку Вечную А Праведники В Жизнь Вечную Церковь Иисуса Христа Человек Храм Живого Бога Призван Творить Добро Которое Бы Господь Находясь На земле Когда Он Тогда Был И Если Б Он Сейчас Был Он Он Творил Это Добро Для Ближнего Для Любого Человека Для Пьяницы Для Наркомана Для Кого Угодно Валяется Он Там Подойти И Поднять Помолиться Попросить По крайней Мере Постараться Протянуть Руку Помощи Примут Вашу Помощь Слава Богу Но Если Мы Этого Не Делаем А Как Тогда Понять А Как Тогда Понять Служу Ли Я Господу Творю Ли Я То Что Он Мне Завещал Делать Это Причастие Наше Друзья Мои Это Наше Причастие Принять Слово Божие Растворить Его В себе А Потом Нести Это Уже Не Наше Дело Примут Ли Нас Как Отнесутся К тому Что мы Говорим Люди Это Уже Не Наше Дело Там Будет Господь Действовать Поверьте Он Такие Чудеса Творит В моей Жизни Все Время Чудеса Ну Людям Больше Свойственно Не верить Как Фома Не поверю Пока Не увижу А вот Верить В невидимое Принять На веру И растворить Слово Божие Съесть Его Выпить Кровь Его Глядя На Голговский Крест Вот Это Настоящее Причастие Это Церковь Бога Живого И Завершить Я хочу 27 27 Глава Псалтырь 24 Стих Ты Руководишь Меня Советом Твоим И Потом Примешь Меня В Славу Для Меня Сейчас Это Слово Настолько Вошло И Растворилось Вот Настолько Я Погрузилась В это Слово И Мне Настолько Понятно Что Такое Причастие Ибо Сам Господь Благословил Приломил И сказал Примите 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 Люди Добрые Примите Не Будьте Фомами Не Будьте Неверующими Будьте Верующими Ибо Вера Спасает Человека Спасибо Господу За это Время Благодарю Тебя Господь Евсианом 6.13 Для Сего Примите Все Оружие Божие Дабы Вы могли Противостать В день Злый И Все Преодолев Устоять Аминь Благослови Нас Всех Учи Нас Всех Господь Ибо Твое Учение Самое Мощное Дороже Всех Богатств Во Всеверной И да Пребудет Истинная Любовь И Милость Твоя В каждом из нас Во имя Отца И Сына И Святого Бога Аминь